здравствуйте ребята значит хочу сейчас показать первый признак то есть показать о том что вино уже дозревает ребята естественно значит и в начале видоса я скажу что комментируют люди там естественно здоровая критика принимается естественно по-другому и не должно быть ребятушки значит один написал что вино любит чистоту на у тебя говорит там что ну я ему ответили естественно комментариям что зависть это плохая штука и еще хуже ребята когда стараешься палки рисовать другому человеку из-за зависти короче естественно вот только кто не может сосунуть палки блин колеса это любовница блин гоги и гога ей везет естественно два мужика сразу покажу ребята значит гранат осенью вот так вот грузии гранат осенью значит ребята вот смотрите сейчас покажу значит первый признак то что вино дозревает и скажу ребята сейчас разницу почему так происходит ну здесь естественно эту эта бочка то которую давил сам великий наводчик здесь я объясню ребятушки что происходит значит здесь сейчас скажу сколько вида винограда тут подавлено ребята здесь подавлено значит где-то сколько помнится да аладастури где-то 80 килограмм токвери не могу сказать сколько сапирави и дамский палочек ребята значит 4 в одном получилось у нас на одна единственная бочка 4 в одном короче а в остальных значит в остальных бочечках ребятушки да у нас значит получается по большому счету значит у нас получилось тут токвери чуть-чуть сапирави ребята сапирави не мог много потому что ребятушки сапирави очень дорогое вот смотрим на него одна женщина еще комментировала что там у тебя мухи летают блин чу за херня там туда-сюда и так далее я естественно ответил что и мухи летают говорю и крокодили плавают вот эта красота чтобы их помощь и было естественное ребятушки вот так вот у нас получится с медом и так ребята начали первый признак того что он уже перестал бродить еще объясню ребята 8 октября я вот этот виноград весь подавил ребята почему так долго длится бродильный процесс так сказать но я естественно передам по моему если я в чем-то неправ потом знатоки меня поправят ребят ребята во-первых потому что ночью холодно даже опускается ниже плюс 10 градусов но я вас уверяю ребята что чем брожение идет потише и так сказать в холоде да тем вино по моему получается вкусненьким ребята вино ли не любит когда он так сказать при больших температурах понимаете да ну сейчас очень многие мне напишут еще но я привык ребята мне чем очень многие напишут что болтавные очень много информации мало и т.д. и т.п. ребята значит сейчас вот уже сами догадайтесь значит вот это чисто значит процесс приготовления грузинского вина ребята я вам еще объясню значит европейское вино называется какое значит когда ягодки отделяют отдельно гребни отдельно ребята и когда его подавят да на второй на третий день значит даже вот кожуру отдельно убирают а сок бродит отдельно не знаю ребята говорят что такое вино пьется поприятнее поприятнее значит да а вот грузинское вино говорят что тяжелое ну не знаю мне вот чисто тяжелое сухой вино нравится . когда и вяжет ребята вот это вообще кайф вот по мне допустим вот этот кайф когда он вяжет во рту и церкви такой церкви я вам объясню ребята значит церкви получается естественно с гребнями косточки естественно свой аромат дают и кожура свой аром аромат дают и гребни естественно свой аромат дают сейчас вот посмотрим вот здесь который наводчик ребятушки давил смотрите шапка она какая блин твердая твердая притверже короче вот гребни вот имей ввиду а вот здесь посмотрим ребята где 4 сорта винограда и по моему вот я думаю что этот потому побыстрее их доброди что дрожжей наверное побольше там было четыре в одном все таки ребята вот смотрим уже видите ребята уже сок сок уже наверх идет ребята чача уже будет сейчас тонуть чача уже будет часто ночь ребята вот смотрите даже стакан там нормально не поставить вот она как бы вот уже тоник видите да ребята это значит что три четыре дня ребята и чача вся у нас значит утонет сок поверху пойдет ребята значит и это значит о том говорит о том что уже можно уже отделять ребята значит сок от жмыха значит я вам еще одну вещь сейчас скажу ребята значит если замечаем что она у нас вот чуть-чуть сладеньким остается да а нам надо чисто сухое вино получить да и я вам скажу что она может чуть-чуть сладеньким остаться потому что холода ребята уже ночью уже холодно для брожения холодно я рано утром стою когда выхожу бочки молчат ребята молчат бочки ним не бродят вот потом этот потеплее становится и начинается процесс брожение то есть ночью так скажем они спят а днем они просыпаются короче вы поняли да ребятушки ну не знаю не знаю один сказал мне еще в комментариях что пластиковых бочках готовится вино и это уже не вино а я ему в ответ написал ребята что приглашаю я вас на дегустацию прийти я говорю значит приедете если говорю не понравится вот это вино да вот это вино я говорю если не понравится я вам значит могу при ваших глазах все это это велить нахер понял да ребята а если говорю понравится а если понравится я говорю то 20 литров я тебе дарю ребята не почитает естественно за рекламу еще заденем вот вот эту бочку и вот эту маленькую значит здесь сливы естественно бродят а здесь все что этим летом я собирал ребята возможно процесс видео не будет загружен потому что я его собираюсь к брату моему отослать потому что здесь у меня ред нету ребята значит аппарата аппарата нету ребята и тот громоздный аппарат я не собираюсь естественно таскать туда-сюда потому что чем больше транспортировки тем больше помнешь его туда-сюда и так далее тем более я его не хочу на костер ставить потому что он у меня уже на месте значит на месте значит он уже готовенький на газу то есть поняли да ребята как его ну уже готовенький короче к тому что его ставишь там газ и так далее все вот такие вот пироги ребята естественно вот так вот что-то с освещением у нас что-то произошло ну я не знаю короче вот смотрите ребята сок уже значит идет наверх вот смотрите сейчас о чем давить о чем давить но а я вам скажу ребята что вот вот это вот этой мошкары естественно не избавиться ребята я отвечаю что я без мошкарей вот это что летает до маленькие блин как они называются это не мухи нихрена это именно я так думаю что яйцо это значит лежит по моему на этом как его на винограде лежит потом давишь вот эти мухи уже значит знаю появляются вылупляются и т.д. и т.п. вот такие вот пироги ребята да ну я сейчас естественно постараюсь вам предложить один тост блин у меня стакан не утонул не утонул вот смотрите как 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 уже как уже этот уже все она уже скоро будет короче сок давай сок давай же блин ну давайте ребята я выпью естественно за мир во всем мире за дружбу народов ребята и на урожай спасибо всем огромное за внимание то что я знал на этот раз рассказал вот такие вот пироги пока пока ребята за дружбу народов ой блин ни грамма сладости ребята то что радует ни грамма сладости и его уже день 3 и можно уже его перенести посуду все уже короче все уже а чё я рассказывал то еще если заметите что чуть-чуть сладость остается ребята можете чё сделать бочку наполнить чачай ну чачай ну чачай и это видите что у меня бочках не хватает да по сантиметров 30 так сказать наполняем бочку зимой же холодно и так и так и до января можем хранить и потом что получается получается как в квеври чача вся утонула чача вся его отфильтровала но у вас получится бомба бомба я отвечаю чача вся на дне сверху уже будет чистый этот сок короче ну вино короче понял да ребята вот такие вот пироги но я не собираюсь ждать потому что вот эта бочка показала что не грамма сладости вот это радует естественно и все короче я эту бочку уже буду завтра или послезавтра ребята не за многие спрашиваю что как собираешься отделить если они у меня стояли бы на высоте да я знаю как ставишь вертикальную трубу труба продольными прорезями в трубу в эту шланг и через шланг сосешь естественно вот так вот а сейчас придется через тазик ребята значит тазик ставишь на бочку отсюда кружкой берешь здоровой кружкой наливаешь чачу отдельно естественно а сок течет в бочку все вот такие вот пироги ребят пока пока короче без добру ребята